Как бы начинается только тренировка на Ялте. Только начинается, да? Да. А сколько людей сдали? У нас 103 штуки. По 10 штук сдавали. Вот 10 человек. Это чисто ваш городской голубятник? Нет, это чисто ялтинский. Ялтинский, ага. Чисто ялтинский. А вы сам голубятник? Да. А какую птицу держали? Николаевскую. Николаевскую? А в детстве? Всю жизнь Николаевскую держу. А что такое? Вы можете объяснить? Потому что многие, я бы не голубевод. Объясните, что такое Николаевская птица? Ну, это которая летит. Будем говорить. Сняла с крыши или кинул ее, подкинул. И она так же уходит в небо, на месте стоит. Она никаких движений не делает вправо, влево, вперед. А у вас на этом голубедроме все такие или нет? В смысле, Николаевские? Ну да. Да, конечно. Что, и никто не делает брака? Ну, как бы, не уходит? Не, ну почему не уходит? Все бывает. Бывают, не садятся. Бывает, да? Бывает, конечно. А что это значит? Ну, это значит, то ли он устал, то ли он, не знаю, как это объяснить. Бывают, на следующий день прилетают, через три дня прилетают домой. Сюда приносят безгляд молодых? Да, с молодых вообще начинают, да. А так, здесь смысла нет таких старых держателей, линяющих. Вы знаете, я хотел спросить, а вот у вас когда-то был, года три назад, голубедром, что со всей Украины привозили, да? Да, это было. А вот, а все привозили Николаевских или они были разные? Только Николаевских. Только Николаевских, да. Значит, Мариуполь привозил Николаевских, Хмельитополь привозил Николаевских. Все, 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 только Николаевских. А результаты какие были? Ну, вы знаете, я, что почувствую, я второй сезон, вот это, второй. В прошлом году я в Чисто-Ялтинске держал, и сейчас в Чисто-Ялтинске. А те годы были ребята с города, тренера, и говорят, и по шесть часов летали, и по восемь часов, по два часа. А как вы думаете, вот в ралли они или правда была? Ну, конечно, правда. А, правда? Восемь часов голубь может летать? Конечно, правда, как это? Тут комиссия, тут судья был, как это? Как вас, как вас зовут? Василий. Василий, у вас, вот, вы всю жизнь держите, вот я смотрю, вам лет где-то за 60, да? Под 70, да? Да, 70 около. Ага, да, да, да. Значит, вот смотрите, вот вы держали всю жизнь голубей. Вы мне, правда, можете сказать, сколько у вас летали голуби? Сколько у меня летали? Раньше, в молодости, они летали, могли летать и по 10 часов, и по 12. Сейчас такой птицы, я не знаю. Ну, два, три, четыре часа. Вот такая у меня была птица. А сейчас? А что так происходит? Ну, не знаете? Я не знаю, она поменялась бы, первое. А что поменялась? Ну, не знаю. Ну, подумайте, подумайте, почему? А тут что думать, понимаете? Тут ударились в мастя красные. Их таких раньше и не было у нас. У нас сизая птица была. А в красоту полета не ударились? Ну, и красота полета, а как же? И в красоте полета... А раньше такие были красивые, как сейчас, или нет? Ну, как красивые. Ну, таких полетов там серп, подсерпаченные, перебитые серпом николаевские. А серпасы? Сейчас есть. А серпасы это николаевские или очаковские? Ну, они николаевская птица. Перебитая она, кто чистую. Это... Не знаю, чья она. Я конкретно вам объяснить не могу. Так. Я вообще никуда не ездил, не собирал эти голубей. Ну, вы же... Я чувствую своих держал. Ялтинских, буду сказать, и мариупольских. А вот вы... Ну, а где, допустим, смотрите, у вас много лет... Вот первую птицу где вы брали? Ну, вы, допустим, вы можете вспомнить то, что... Ну, как бы... Откуда корни, как бы, пошли от ялтинских голубей? Вот у кого вы брали и какая она была? Расскажите, пожалуйста. Ну, я сколько помню, всю жизнь николаевская была у нас в Ялте. У нас другой породы не было. Вот эта... Ну, откуда ее привозили? Подожди, подожди, Марик, а ты говоришь, сметанина, это кто? Что она тут... Как она в Ялте была? Ну, надо же, откуда было... Если Николай... А что Николай... А что не ялтинская, допустим? Нет. Нет. Ну, как она может чисто ялтинская? Ее завозили со всей Украины завозили. Со всей Украины? Ну, как, буду так говорить. Что так крутится, да. Как это сообщить? Ну, с Николаева, значит. А что, почему? Не Николаева, конечно. Но это и есть Николаевская птица Николаевская. Я так считаю. Ну, у кого вы лично брали голубей? И как они летали? Так же, как сейчас или нет? Ну, хочу сказать так же. Расскажите, вы старый, вы, как бы, пожилой голубей. Хочу сказать так же. Так. Ну, они были умней. И раньше погоды были другие. Сейчас мешают эти копчики. Понимаете? Их забирают с любой высоты копцы. А что, раньше копчиков не было? Не было такого. Даже в оба плита 10 часов никаких помех. А по Николаевским что-то? А сейчас 100%. Сейчас, вот сейчас начинается осень, вот эти копцы начинают их тревожить. Угу. Это так. Ну, что вам можно еще сказать? Ну, еще скажите, что вот на этот сезон, что они у вас тут, ну, вот вы, как бы, вы тренер, да, или? Ну, как бы, да. И сколько результат был? Еще нет. Еще результатов не были. Мы только начали их тренировать. А Верьянов вот здесь, кто тут? А Верьянов? А Верьянов, понятно. Валера. Да. Ну, в этом году что-то не сдал. Не сдал, да? Сюда, да. Не знают, какие проблемы. Мне, мое дело вот это тренировать, подкидывать. А что там? А вот лидеры, лидеры уже или еще пока нет, да, таких лидеров? На сегодняшний день нет. А вот Володя, вот мы сейчас были у Володи. Как фамилия? Кукуц. Я извиняюсь. Кукуц. Подожди, Марик, смотри. Володя, мы как раз сейчас вот с Мариком разговариваем за ту тему, что мы сейчас затронули. Что голуби Николаевские даже не могут слететь с крестовины. Да, Марик, так? Ты сейчас таких нащупал? Правильно. Правильно. Марик, правильно. Алло, алло. Да, есть какое дело. Это, я говорю, что это Марик, Макеевка. Мы тут как раз обсуждаем этот момент. И ищем, ищем таких голубей, которые слететь не могут сразу. Даже покушать. Есть, Саня, есть. Есть, конечно. Так вот такое дело есть. Значит, подарок ставят хвостокрылья. Приглашаю гостя. Думаю, надо, что два лета хватит. Не, ну то, что ты в Макеевке, это будет сложно сделать. А то, что ты их отснимешь и сбросишь, он на Володю. А Володя постарается выставить, показать, что такая птица еще существует. Да тут, скажем, всего приедет по первому шмурю. Вот, вот, скажем. Ну, какая разница. Да, да. Ютуб, Ютуб. Есть такая птица, правильно, как Малик сказал. Она даже не может и не спуститься, как говорится, с креста на землю пожрать. А другой корм увидел, хоп, не слетил. Ну, да, это есть такая птица. Вы будете сейчас поднимать голубей или нет? Нет. Нет? В данный момент нет. А что? Ну, что их поднимать сейчас? Сейчас, во-первых, еще ребята не собрались. А для меня одного. Я что-то скажу им, не поверят. Знаете, как тренировка. Когда вы сколько? Ну, в пять часов. Ну, где-то в пять часов, наверное. Так вроде бы. Ну, это каждый день вы так делаете? Ну, да, сейчас надо. Ну, по погоде. Ну, по погоде. По погоде. Извините, вы знаете телефон Василия Александра, да? Куца? Не, не, не. Не, вот Александра его. Не, не, не. Не, ну, откуда я знаю. Я, может, возьму? Возьму. Значит, запиши, ну, как-то, да. Может, я завтра... Возьмите телефон, скажите ваш телефон, и вот мы к вам приедем на гон. А, на гон? Да. А вы, я... Мы с Гурзуфа. Мы с Гурзуфа, и я хочу приехать на гон. Ну, конечно. Я все годы участвовал. А разве участвовал ты? Ну, конечно. Мы хотим приехать на гон. Скажите, скажите, вот Александр и Трабинин приедут. Голуби ваши были? Конечно были. В прошлый год не были вы. Вот прошлый, может, да. Да, ну, нет, ну, уже... Позапрошлый, да? Я думаю, совсем уже это... Позапрошлый, да. Но я не работал. Я видел вас позапрошлый. Я сюда посещаю, как бы так, как гость. А два года вот это меня... Нет, подожди. Во второй половине лета. Правильно. Ну, во второй половине лета я сдавал. В первой половине лета я не участвовал. А во второй половине лета участвовал. Нет, ну, тут один раз было. Во второй половине лета так и начиналось в прошлом. И вообще вот Кукуц у нас, он такой, он ездит везде, это везде там, ну не знаю, что-то от чего-то добивается. У меня нету, я просто делал. А что я буду, хваляться? А полеты, полеты, на сколько ваши голуби показывают? Ну, когда как, я не знаю, стабильно, чтоб сказать. У меня летали попов, дня не садились. Это сейчас и таких, у меня и нету. Ну, два часа полетают. А как вы считаете, почему птица изменяется? Ну, как-то вот раньше, типа, ну, чего изменяется птица? Не знаю, наверное, это для меня лично, я, наверное, не так смотрю их. Не так я, короче, подбираю, а не так. А вы считаете, это регресс, регресс? Мы не собрали, как это будет. Это регресс? Да, такого и что бы нет. Порвал летит, летит, спорвал. Я так собрал. Совершенно верно. А сейчас мы что-то мыслим, нужно. Как-то подбирать. Значит, чем больше мы умнее, тем хуже птица, да? А я считаю, да. Ну, ладно, ну, как. Тут, ну, человек развел эту птицу, добился чего-то. О, все, не нравится. Выводит. Где-то увидел хорошую, какой-то понравилось. Как будто бы лучше. Давай, перепортил все. Опять. Ну, такое есть. А раньше она была практически одинаковая вся. Ну, не вся, конечно. Я, короче, 7 лет. У меня братан старший. Он держал на старшем 10 лет. У него голуби были так. Я помню его количество. Он больше 40 штук, 43 штук. Ну, 40. Он утром открывал вот эту ляду, буду говорить. Все в воздухе. Какая по масте была птица? Сизая в основном. Полоса-то белохвостая или сплошная? Сплошные. В основном сплошные. Так они у него шкалили, я не знаю, мы их еле находили. А круг был или нет? Какие круги? О чем вы говорите? Круг если давал, вот, вот рывали. Так это были Николаевские? Николаевские птицы, да. Ну, так называли всю жизнь и сейчас так называют. Николаевские птицы. Я тут признаюсь, мне дали команду вот такую, тренируй. Все. Ну, а как вам эта птица? Раньше вот гоняю. Скажите, как вам эта птица? Ну, на ваш взгляд. В данный момент? Да. 50 на птицах. Для меня. Вы бы их разделили на две голуби, это не спорт и красота, да? Ну, как, а красота и спорт. Я имею в виду по полету, раз. И птица подобрана не вся одинаково, как он человек сказал, молодежь, чтобы была. А тут уже были такие постарше есть. Они уже линяют. Понимаете? Это уже тяжело в голубу летит. Если там нету два-три пера в крыльях. Вот так же. А раньше вы знали, что там, ну, раньше, ну, как я помню, что мне там рассказывал один любитель, я голубей не вижу, я просто снимаю. Значит, и это самое. Говорили, что не знали, что такое линяют. Вот он садится, говорит, кровь идет. Вы знали, что когда-то, раньше, когда были пацаном, что голубь линяет? Я и не слышал такое шло. Линяет, да? Ты, наверное, не понимали. Наверное, не понимали. А видели, что кровь была? Не, ну, кровь это по-любому можно увидеть и нужно увидеть. Ну, вы не понимали, да? А сейчас уже вы знаете, да, что они линяют, да? Да, ну, а как? Ну, конечно. А что вы сейчас знаете? До какого сейчас пера нельзя гонять? Ну, вообще, с седьмого, девятого. Ну, кровяные, как украинские. Да. Ну, это маховые перья, это самые, это самые все. Сейчас вы уже узнали, да? Самое болющее. Сейчас узнали и то, так, не сильно, да? А раньше нет, да? Ничего не сильно. Я знаю, сейчас понимаю, что оно такое. Понял. А раньше вот это маховое, не маховое, оно летит. Да? Оно летит. Понятно. Это правда было. А что, вот как вы думаете, почему мы уходим, Украина и вообще все уходит от старого? Почему? Ну, как уходит от старого? Ну, заводит человек, который держал, он же что-то новое хочет. Да? Ну, наверное, так. А новое лучше или хуже, как вы считаете? Я как бы вам бы сказать, не знаю, как бы сказать. Ну, подумайте, скажите. Новое хуже, чем старое или нет? Для меня тех времен хорошие голуби. Да? Значит, те были хорошие, да? Да. Умные голуби были, с головой дружили. Подолго летали, да? Подолго летали. Это было. Это было. А не хотите, вот у вас не хочется вернуться как бы к этому? Да. Можно. Воспоминания. Воспоминания, да? Вернуться в селекции нельзя обратно? Возможно, и можно. Но я к этому не стремлюсь. Я же говорю, я дежу чисто, я простой голубяник, просто. Я не езжу куда-то, не с кем-то общаюсь, меняюсь. Нет. А другой кто-то может вернуться назад? Как вы думаете? Наверное. Да? Наверное. А как вы считаете, что нужно это ворочивание или все-таки как бы надо идти, ну, со временем? У нас со временем надо идти. Я считаю. Назад, назад, дороги нет, да? Так я тоже думаю. Какая дорога может быть назад? Понятно. Я уже тоже хотел бы быть лет 18, чтобы было у меня. Да? Хорошо. Ну, спасибо, спасибо. Мне бы очень приятно было с вами поговорить. Все-таки как? Василий? Василий Ильич. Все. Василий, я тебе запомню сейчас. А я завтра звякну. Я завтра звякну. Я что-то мы... Да. Ребята, вот мы приехали. Смотрите, Юрьевка. Отличное место. Саша сказал, что нужно приехать снять тут. Очень красиво. Юрьевка, 1902 год. Уже больше двух тысяч лет. Смотрите, как красиво. Это Юрьевская лестница. Юрьевская лестница. Знаменитая такая. Это Юрьевка. Тоже хорошее место. Посмотрим приближение камеры. Видите, хорошо приближает. Смотрите, мы здесь. А то с открытым ротом получилось. Делай привет. Юрьевка. Видите, как подъехали мы сюда, чтобы так увидеть все места. Олег ездил и в Ялту там посмотрел пляж. Ну, Юрьевка уже почище. А Узов еще чище. Я, ребята, упал очень сильно с турника у Володи. В общем, так это не рассчитал. Свои силы. Почему? Потому что я знал, как надо. А сил пьяненький, вес нет. В общем, очень сильно ударился спиной. Ну, дай бог переживем. Ребята, отличная погода. Ветерок, правда, всегда. Море такое, средняя волна такая. Я взял пивца Черниговского, пивца вот это вот. Значит, смотрите, тут много продается всего рыбного такого. Ну, у меня денег немного. Я взял подешевле. Подешевле я взял, смотрите, вот эту штуку. Она, вот этот плавник такой. Сейчас покажу вам. Не подготовился, опять скажет, Володя. Вот, смотрите, вот такой плавник. Ё-моё. Отчёрта, бери. Извините, что я так, ваш. Вот такой плавничок вытягивает всего 8 гривней. Представляете? К пиву. Задаром. 8 гривней. И ещё взял, сейчас ещё покажу кое-что. Ещё взял икорки сама. Икрасума. Тойоперный болезнь с этими пакетами. Спасибо, девочки. И так денег мало. Спасибо. Так, ребята. Вот ещё. Вот ещё вкуснятина. Смотрите. Покажу вам вкусняшку. Вот, видите, это сама сама икра. Видно, нет? Ага, видно. Икрас сама. Попробуем. Должна быть хорошая. Всем приятного аппетита. Пиво, значит, стоит 1 доллар. А та 1 евро. В общем, вот так вот. Это мой обед. Приятного аппетита.